В любых делах, при максимуме сложностей, подход к проблеме все-таки один. Желание – это множество возможностей, а не желание – множество причин. Всем привет! Хорошего настроения, хорошего дня, ну или вечера. Начинаем говорить о праздниках на 9 июня. День Российской Почты, День Рыбака, День Действий против Рыбной Ловли в России, День Сотрудников Органов Дипломатической Службы Азербайджана, День Работников Налоговой Службы в Белоруссии и День Независимости Аргентины. Еще есть необычные праздники – День Веры в Единорогов и День Новостей, а также в этот день явление Тихвинской иконы Божьей Матери. Праздник Гуру Пурнима и годовщина мученической смерти Баба. А в народном календаре – Давид Земляничник. Именины в этот день отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1762 году в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. В 1791 году русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении. В 1868 году вступила в силу 14-я поправка Конституции США, гарантирующая гражданство страны, всем лицам рожденной на ее территории. В 1877 году в США изобретатель телефонов Александр Бель создал первую телефонную компанию. В 1877 году в Уимболдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1955 году основано Погошское движение ученых за мир, за разоружение и за мировую безопасность. А в 1961 году в городе Виннипеги открыт памятник Тарасу Шевченко. В 1993 году парламент России провозгласил город Сифастополь русским городом. В 1997 году Польша, Венгрия, Чехия получили официальное приглашение вступить в НАТО. И в 1997 году Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО. И родились в этот день. В 1751 году Николай Шереметьев, русский меценат, покровитель искусств, граф. В 1858 году Франц Боас, американский антрополог, лингвист, естествоиспытатель. В 1879 году Карлос Шагас, бразильский медик. В 1889 году Николай Асеев, русский и советский поэт. В 1931 году Андрей Капица, советский географ и геоморфолог. В 1933 году Элем Климов, советский и российский кинорежиссер, народный артист России. В 1933 году Зинаида Кириенко, советская и российская актриса, певица, народная артистка РСФСР. В 1938 году Лия Ахиджакова, советская и российская актриса, театр и кино, народная артистка России. В 1950 году Виктор Янукович, украинский политик, государственный деятель, четвертый президент Украины. В 1956 году Том Хэнкс, американский киноактер, сценарист, продюсер. И в 1964 году Кортни Лав, американская актриса и певица. На сегодня все. Спасибо, что вы нас посмотрели. Подписывайтесь на наш канал и наведите порядок в мыслях. И увидите мир другими глазами. Все. Всем пока. Хорошего настроения.